Состояние автодорог нашего города уже давно стало притчей в Изыцах. Сложно найти места, где не было бы глубоких ям, ритвин и колдобин. Видя сложившуюся ситуацию, находящуюся на грани критической, администрация города Волгограда пришла к решению нанести массированный удар по бездорожью. При этом глава города лично контролирует ход работ по устранению этой застарелой проблемы и регулярно посещает те места, где ведется ремонт дорожного покрытия. Не стало исключением участок, соединяющий два крупных жилых массива Дзержинского района. Это 7 ветров и жил городок. Значимость этого пути для жителей города переоценить сложная. Могу сказать, здесь было просто ужасно. Хорошо, что здесь дорогу делать, ездим сами. Но тут невозможно было ездить просто. Вы сами видите, что творится здесь. И вот мольбы и просьбы автовладельцев были услышаны. На проблемное место стянуты ремонтные бригады и техника ДРСУ-1. Две бригады рабочих ремонтников, асфальтно-укладчики, катки. Сложность работы как раз в том, что здесь наблюдаются интенсивные движения. Поэтому без перекрытия транспорта, что это довольно сложно производить, но люди стараются и, я думаю, сроки они уложатся. Ремонт 440 метров дороги по проезду дорожников планируется завершить 1 мая. Ход работ на важном участке транспортного сообщения Волгограда проконтролировала сама глава Волгограда Ирина Гусева, прибывшая непосредственно в эпицентр событий. Сколько людей в ночное время делают? Или только днем делают? Мы работаем только днем. Ночью почему-то делают? Ночью мы работаем на карте. График так составлен, мы в дневное время работаем на это, мы сейчас в ночное время переходим на карты. Вчера ночью на Судебенске вот работали. Думайте, в общем, дорога – это не самоцель. Дорога, устройство. Потому что по большому счету... И тогда, наверное, выписывай документы, чтобы у нас весь большегрузный транспорт здесь объезжал, обходил город, чтобы не лезли тогда туда, где метро, по той стороне, чтобы не ездили. Весь транспорт и сюда уходят. По московской, на московскую трассу все сюда из города. Ну подумайте, как нам сделать эту развеску. Что водители-то говорят? Вопрос резонный, поскольку именно для водителей качественное решение проблемы дорог очень важно. И ответы на него на этот вопрос разные. Тут ездить было невозможно. Тут яма на яме была. Ну а сейчас ты будешь ездить этой дорогой? Или как обрежать? И этой. Только этой? Ну а мне сюда надо, по этой дороге. Не удовлетворяет. Вообще делают тяп-ляп, бордюров нету. Где бордюры? Как бы там ни было, а работы по ремонту автомобильных дорог продолжаются, и их темп не снижается. Это подтверждается тем, что ежедневно работы ведутся одновременно в нескольких точках Волгограда днем, если позволяют обстоятельства, ночью. То, что происходит на проезде дорожников, специалисты называют восстановительными работами. Капитальный же ремонт будет произведен в 2016 году в рамках подготовки Волгограда к чемпионату мира по футболу 2018 года.